Здравствуйте, товарищи! Я приветствую вас на канале Стройдом своими руками. Если быть честным, у меня еще половина заднего фасада моего дома не обработана ОСП. Но руки настолько чешутся начать колотить хауберг, тем более, что он уже привезен на участок, что я решил начать все-таки это мероприятие. Сегодня в этом выпуске вы 100% увидите хауберг, вы увидите, как его колочу, вы увидите самые важные моменты, которые необходимо знать для начала и те проблемы, с которыми я столкнусь в процессе этой работы. Поэтому желаю вам приятного просмотра, полезного выпуска. Ну а я начинаю. И правильнее всего нужно, наверное, начать с переодевания. Но, как обычно, я это делаю вот так. Я предлагаю сегодня и в ближайших сериях расковырять эту тему прям до основания. Понять полностью, как, из чего и зачем это все дело складывается. В руках у меня хауберг от компании Техно Николь. С вашего позволения, я не буду его держать. Потому что вес одной пачки 23 килограмма. Я могу очень много рассказать вам о том, почему я выбрал этот материал. Но думаю, что в процессе моей работы вы сами для себя все поймете. На самом деле, велосипед никто не изобретал. Взяли просто кровельный материал, оставили ту же самую технологию монтажа. Просто поменяли форму. Сделали ее более адаптивной к фасадному внешнему виду. Гонт представляет собой вот такую вот полоску. На ней 4 кирпича и рабочая зона у него всего лишь 10 сантиметров плюс расшивочная часть. С другой стороны, на него нанесена силиконизированная пленка, которую перед монтажом необходимо демонтировать. Снимается очень просто, но в случае, если гонт лежал в холодке. Я пробовал его на солнышке, снимается уже сложнее. Поэтому мой совет, храните материал перед укладкой где-нибудь в прохладе. А непосредственно перед монтажом лучше уже вынести его на солнышко, когда вы уже сняли пленку. Потому что тогда у него прогреются некоторые зоны, и его будет крайне просто фиксировать. Вы будете, по сути, его подклеивать на предыдущий листок, он своим весом уже будет держаться. Останется только приколотить в тех местах, где необходимо. Итак, самой первой сложностью, которая у меня возникла при начале этой работы, это то, что у меня высокая консоль. А на террасе уровень пола ниже. Поэтому мне пришлось взять ноль и отстрелять его полностью по всему дому. И уже от него начинать наш заход. И вы видите, что нолик у меня подходит к первому кирпичу. То есть теперь я полностью уверен, что весь дом у меня будет отстрелян одинаково. Давайте, наверное, уже возьмем первый гонт, начнем колотить, и уже по ходу я вам буду показывать. Итак, весь процесс начинается с очень простого мероприятия. Это отстреливание по уровню. Мы выбрали ноль в нашем доме. Он у нас находится с той стороны, самая нижняя точка. И по ней уже лазером я отмечаю участки. Так как у нас в дальнейшем будет располагаться материал. С разметкой горизонта всего фасада у нас закончено. Теперь начинаем крепить стартовую полосу. Но чтобы ее начать крепить, нам необходимо ее приготовить. Для этого мы берем гонт Халберга, прикладываем линейку и просто отрезаем. Получается, вы просто отделили от гонта кирпичик с расшивкой. Как вы видите, работать с материалом крайне просто. Кирпичики не выбрасываем, они нам в дальнейшем пригодятся. Сейчас буду фиксировать стартовую полосу. И после нее мы установим наш первый гонт. Очень важное мероприятие это перемешать 4-5 пачек вместе, чтобы пестрасть на стене расползлась по всему периметру фасада. Это будет здорово смотреться, уверяю вас. На каждом гонте есть силиконизированный защитный слой. Его необходимо отрывать. Потому что, если этого не сделать сразу, можно потом забыть. Делается это крайне легко. Я очень советую для начала всех работ найти вот такую бочку. Либо у вас эта силиконизированная пленка будет летать по всему участку. Делается это легко, когда гонт холодный. Когда гонт нагрелся на солнце, оторвать уже сложнее. Поэтому я держу все пачки в холоде. Для работы с хаубергом я использую такие ершенные оцинкованные гвозди. Длиной 3,5 см. Можно, конечно, использовать гвозди под нейлер. Но они стоят в 3 раза дороже. И, возможно, если я очень устану, я на него перейду. Но, как гласит народная пословица, через хауберг должен пройти каждый мужчина в своей жизни. Особенно тот, который не служил в армии. Поэтому будем пробовать своими силами. Ну что, пробиваем стартовый слой. И, конечно же, хочется тратить максимально меньше материала. И поэтому расположить гонт с минимальной подрезкой. Но, как показывает практика, друзья, идеального варианта не бывает. Если я не буду подрезать здесь, то в любом случае буду подрезать там. Какая разница? Мы начнем с чистого кирпича. Хотя, вот в этом моменте можно поспорить и повыбирать интересные вариации. На больших пролетах я все-таки буду ровнять кирпич таким образом, чтобы у меня была двухсторонняя симметрия. Так будет интересней. Первый гонт здесь будет прибит таким образом. А туда вставочка. Сразу хочу прояснить один момент. Если мы делаем с отливом, то сначала нужно установить отлив. Так будет удобнее. Конечно, можно его и после вмонтировать. Но правильнее начать от него. В моем случае, в данном месте, отливов никогда не будет. Это пол. Здесь будет террасная доска в дальнейшем. Поэтому я начинаю просто со стены. И начну я, пожалуй, от угла в сторону выхода. Здесь ровняю просто по уже подготовленному ОСП снизу. Первый гонт фиксируется на 11 гвоздей, а не на 8. Он называется стартовый гонт. Я выбрал очень простой вариант. Наконец-то пол кирпича. Тем более, что у меня подкладной гонт располагается именно таким образом. Даже если лазерный уровень у меня чуть выше, я все равно могу по лучу ориентироваться в примерные расстояния. И вот в данном случае я вижу, что гонт находится прям идеально. Вторая линия уже бьется на 8 гвоздей. Я думаю, вы поняли, почему на 8 гвоздей. Кто понял, напишите в комментариях, почему. Но я в конце это расскажу еще. Гвозди мы бьем между склеивающим слоем и радиусом расшивки. Где-то вот в эту зону. Если прибьете выше, то он не будет держать предыдущий гонт. Если прибьете ниже, соответственно, его может быть видно. Очень важно не забывать снимать защитную пленку. На самом деле я очень сильно волновался, когда начинал эту работу. Даже просто потому, что здесь нужно соблюдать вертикальную расшивку, горизонтальную расшивку. Горизонт очень важен в кирпичной кладке. Но производитель придумал вот такую вот интересную штуку. Он нанес определенные риски, которые не дают нам сместить ряд по горизонтали. На каждом гонте их 4 штуки. Я почему-то думал их меньше. По факту они делают просто ровный разрез кирпича. Ну, то есть для того, чтобы кладка была геометрически правильной. За это время, которое я буду монтировать Хауберг, я уверен, я раскрою все возможные секреты монтажа, сложности, нюансы и ошибки. Потому что вы знаете на своем канале, и я не стесняюсь показывать ошибки, которые допускаю. Не боюсь я этого. Каждому человеку свойственно ошибаться. И это нормально. Но лучше, когда вы учитесь на ошибках других. Друзья, если у вас стены ровные, и вы отстреливали все это лазерным нивелиром, можете просто сразу накроить гонты на всю длину, и вам не придется бегать туда-сюда с ножиком отрезать остатки. Это самый оптимальный вариант. И именно этим путем я всегда и иду. Чтобы вы понимали, сейчас я краю листы, которые мы будем укладывать. Потому что та стена у меня ровная. Если честно, наколенники сейчас бы пригодились. Но они у меня где-то спрятаны. Где-то далеко. Так, первый гон. Здесь я немножко перевернул наоборот. Но я посмотрел, что кирпичи будут подклеиваться, так как я их буду чуть поднимать. Но вообще советую первый гон все-таки делать по правилам. Вот таким путем. Я перевернул, чтобы у меня был запас. Ну, либо у меня вариант был оставить ОСП часть, чтобы видно было. Но мне не очень понравился такой вариант. На самом деле, друзья, тут все просто. Вы сами дойдете до этого прям буквально за 10 минут. То есть до того, как вы хотите это все расположить. Я не понимаю, для какой цели на многих информационных площадках накручивают массу сложности работы с материалом. Даже при моем неуемном характере, ненависти к конвейерной работе я ни на секунду не утомился от однообразности процесса. Возможно, я рано делаю выводы, и на больших площадях будет не так весело, но я обещал делиться с вами эмоциями здесь и сейчас. Поэтому, пардоньте, говорю как есть. До сегодняшнего дня я ни разу даже в руках не держал гибкую черепицу. Все, что я сегодня знаю об этом материале, было вычитано и высмотрено в сети интернет. И если кто-то спросил бы меня сейчас о первом впечатлении о Хауберке, я бы первым делом отметил простоту работы с ним. Уж поверьте, с фасадами меня жизнь познакомила не понаслышке. Софиты, эльбрус на угол веранды, кирпич на колонны забора – все это я уже прошел. Не думайте, что я буду только нахваливать Хауберк. В ближайших сериях я расскажу вам о минусах, которые непременно выявлю за время работы. Поэтому пока я калачу очередной гонд, буду рад, если вы подпишетесь на канал. Ну а поделившись этим выпуском со своими друзьями, от меня лично вы получите тысячу лучей добра и позитива. Теперь простым движением ножа мы срезаем край вдоль стены. Это можно делать как заранее, так и по факту уже смонтированного листа. Когда заказывал квадратуру Хауберга, взял с запасом на подрезку. С 25 смонтированных квадратных метров вряд ли найдется хотя бы один метр обрези. В конце всех работ я обязательно скажу, сколько у меня уйдет в брак. Теперь пару слов о ОСП и бруске. Это те материалы, на которых сначала хотелось немножко сэкономить. Но сегодня я рад, что смонтировал именно таким образом. Расстояние между брусками я делал 40-50 см максимально. Толщину ОСП я выбрал 12 мм. Хотя производитель допускает и 9-мм толщину. Но тогда покрытие у вас будет слегка барабанить. Готовьтесь к этому. А это не очень хорошо сказывается на крепеже. Еще один момент, о котором я сегодня думал много раз и хотел обязательно заострить на этом свое внимание. Была зима, и многие мне говорили, Денис, бросай эту работу. Сейчас холодно, займись этим летом. Работать не стоит. Отдыхай или занимайся какими-нибудь внутренними работами. И вот сегодня, когда наступает май, это еще май, еще не июнь, жара настолько нереальная днем, что работать под навесом просто счастье. И я реально не представляю, если бы сейчас я сидел на лесах, спину пекло бы майское солнце, пол лица бы обгорело. И я просто не представляю, когда я все-таки начну эти работы с той стороны. Возможно, я буду ставить леса с левой и с правой стороны дома, чтобы по движению солнца работать с разных сторон. Пока не знаю, но под палящим солнцем сидеть это крайне нереально. А сейчас я остановил свои процессы работы для того, чтобы показать вам проход над дверью. В начале этого выпуска, когда я делал вертикальные разметки, я у вас спросил, друзья, напишите в комментариях, как вы считаете, для чего они нужны. И вот сейчас я готов на них ответить. Разметка вертикальной линии необходима для того, чтобы в дальнейшем мы смогли соединить нашу кладку после прохода оконного или дверного проема. Потому что кладка могла по конусу разбежаться в любую сторону. И тогда бы у нас были проблемы. Но так как я провел сразу здесь луч, здесь луч, все это дело пометил, у меня все аккуратненько сошлось. Потому что всю дорогу я следил за тем, чтобы кирпичи шли друг к другу соосно. Честно скажу, убежать влево или вправо кирпичом крайне просто. Для этого даже не нужно быть невнимательным человеком. Это как-то происходит само собой. И еще скажу пару слов в сторону прибивания Хауберга молотком. Если бы я бил Нейлером, скорее всего было бы не так ровно, как молоточком. Молотком ты подравниваешь, пристреливаешь. Конечно, для примера я его возьму в какой-нибудь из наших серий, попробую, покажу вам. Но это произойдет только тогда, когда я уже набью руку молотком. Тавтология какая-то. Набью руку молотком. Че сказал? Ну ладно, друзья, продолжаем работу. Я сейчас лазером отстреливаю левые две части и начинаю колотить ту сторону. И потом мы уже соединимся вверху. А потом в конце я вам обещаю показать, как это все будет выглядеть в целом. Я думаю, вам понравится. При проходе дверных проемов важно учитывать не только размер нахождения шва на стене, но и рядность кладки. Далее в видео я покажу, к чему может привести ошибка в таком расчете. Кстати, сегодня дует шквалистый ветер, и только что прибитые гонты еще не успели спечься в единый монолитный пирог. И одно из моих опасений было то, что ветер будет поднимать и ершить кирпичики, словно чешую, так как в моем районе ветра особо лютые. Чтобы вы понимали, сегодня за время съемок порывом опрокинуло камеру со штативом. Но Хаубергу хоть бы что. Пожалуй, поставлю ему плюсик под этим пунктом. В данном случае я работаю в теньке, и лазерный луч мне было бы видно просто шикарно. Но бывают моменты, где мы работаем на солнце, и лазером уже ничего показать невозможно. Поэтому здесь помогают вспомогательные линии. Каждые 20-30 см можно проводить маркером линию, и уже подводя гонт, не придется каждый раз настраивать лазер. Вам будет удобно анализировать сам горизонт благодаря вот таким вспомогательным линиям. Я, по-моему, уже говорил, что очень сильно боялся эту работу. Делать одному, думал, что это будет сложно. На самом деле, одному очень даже хорошо. Особенно в теплую погоду, когда вот этот клейкий слой начинает нагреваться. Я вам сейчас проще покажу. Мы берем... Так, ориентир сразу по риске. Смотрите, я прикладываю ее к маркерной моей отметке. И мне остается только просто поднять до вот этих моих значений. Сейчас. Вот так. Все, сравнял. Теперь я просто приклеиваю ее. И гонт держится сам. Осталось только приколотить его гвоздями. И все. Я реально думал, что мне придется сначала изобрести специальные системы, которые будут держать гонт при колочении. Потому что очень много видосов, где такую штуку мастерят. Может быть, я это, кстати, сделаю, когда буду гнать длинные пролеты. Но в данном случае подклеил и все, и вперед. Кстати, когда общались с Артемом, экспертом с компанией Технониколь, он сказал, что мастерство – это когда ряды сходятся идеально. Хотя здесь закроет все угловая планка, но я уже могу похвалиться тем, что у меня ряды сходятся. Это прикольно. Опять же, это благодаря тому, что работа идет медленно. Ну, в плане, я без нейлера. Я успеваю все примерить, аккуратненько подставить, не торопясь. Но даже не торопясь, за день можно делать квадратов 10 смело. Прям не напрягаясь. Друзья, помните, я говорил, что буду рассказывать вам о всех косяках, которые у меня получаются в моей стройке. Потому что мне от вас скрывать нечего. И вот она первая, самая серьезная. И я даже не знаю, что делать. Точнее, я уже придумал. Увидели, да? Над дверью. Пол кирпича. Вся ошибка в том, что внизу, когда я расчет делал, я прочертил полосы вертикальные. Для того, чтобы отметить ровность шва. Но метричность я не соблел. И получилось, что я вышел на пол кирпича как раз. Теперь два варианта. Либо гнать пол кирпича до самого верха, это будет некрасиво. Либо разбирать всю левую часть. Но это место-то, блин, видимое. Придется все разбирать. Так-то недолго, в принципе. Гон-то у меня все хорошо было, а тут вот так получилось. Ладно, разбираем. Нехачуха в моем организме боролась до последнего. Дэна, оставь все как есть, говорила она. Но нет, строю я один раз. И насколько же я был рад, что материал не пошел на выброс. Я просто переставил местами ряды и прибил обратно. Ни один гон во время съемок не пострадал. Зрители на нашем канале разделились на два лагеря. Первые ругают за то, что я рассказываю о фирмах, с которыми я работаю. Вторые ругают за то, что я не рассказываю о фирмах, с которыми я работаю. А теперь вопрос. Как мне не сказать, что я работаю с Технониколем, если Хауберг производит компанию Технониколь? Ну, как не рассказать это, я не знаю. Короче, мысль, которую хочу донести до вас. Работать с материалом можно и в одиночку. И сложностей в этом, как оказалось, почти никаких. Второе. Даже с одного метра материал смотрится, как благородный, дорогой камень. При сегодняшнем порядке цен на металлы и на пластике, я считаю, что это оптимальнейший вариант для своего дома. Во всяком случае, я доволен. По сути, сейчас осталось только пройти внешним и внутренним уголком, и уже вырисовывается очень красивая веранда. В том видосе, когда мне приезжал эксперт Артем, мы прикладывали с вами уголки, он говорил, что вот эту часть нужно вытереть, ну, срезать. Я попробовал сделать это ножом, и это получается. И под этим видосом сразу же написали комментарий о том, что что это за Хауберг такой, если постоянно нужно что-то подготавливать, что-то вырезать. Как оказалось, ко мне просто пришла прошлая партия. В новых партиях уже вот этот профиль здесь выбран. То есть четверть уже готовая. Ну, а на самом деле сделать этот вырез ничего сложного и нет. При монтаже данного уголка у меня было несколько вариантов. Одним из них было приклеить это на полиуретановый клей. Но, к сожалению, в нашем замечательном городе его пока не оказалось в магазинах. Я его реально не нашел. Поэтому я сделаю потаи и пришуруплю это все вот на такие саморезы. А на шляпки я нанесу клей и посыплю это все крошкой, взятой с этого же уголка. Выглядеть будет вот так. Один из моментов, который я сразу заметил при этой работе, не нужно подтягивать саморез очень плотно. Чувствуете, что он подошел к уголочку? Хватит. Если подтянете плотно, получится, что уголок играет. Смотрится отлично. Сейчас я еще крошкой заделаю шляпки и вообще будет воедино. Итак, попробовал я, значит, болгарочкой пройти. Тоже нормально получается. Устанавливаем. Так, ставим вторую полоску с алюмоцинковым слоем. Очень удобно, когда пользуешься двумя шуруповертами. На одном сверлу, на другом у меня отвертка. Итак, друзья, работа выполнена. Как я обещал, хочу показать общую картину. Осталось все украшательства доукрасить. Поставить обсаду двери белую. Я ее закажу. Такое же гнутье красивое. Здесь, кстати, еще ювелирно все не прошел. Герметиком не замазал. Поэтому пока смотрится немножко грязновато. Но скоро это будет просто круто. Не знаю, друзья, мне нравится. Реально. Получается прикольно. Сейчас посмотрим, как это издалека. Вот так. Так. В ближайших сериях надо все-таки дошить уже заднюю часть нашего дома. Фасады. Или может быть, я уже не знаю, смысл вам это показывать. Вы и так уже наизусть знаете, как это все делается. Может быть, пойдем вот этот фасад зашивать. Тут тоже много интересностей различных. Чтобы этот фасад мне делать, мне нужно дозаказать гнуть ее вот сюда. Потому что, как я говорил, у меня не хватает отлива. И нужно сделать небольшой бордюрчик. Так. И пойдем посмотрим вторую часть веранды. Будет смотреться интереснее, когда зашьем вот эту часть. Когда лоб появится. Тогда уже это будет смотреться полной картиной. Будет интереснее. Но и уже сейчас все равно это смотрится тоже круто. Очень круто. Может быть, вот эту стоит пойти стену. Потому что ровность, в принципе, у меня получается уже. И почему бы мне не идти фасады. Я обычно фасады не начинаю, потому что боюсь, что где-то накосячу. Или что-то пойдет не так. Но я попробовал несколько стен. Понял, что работать с материалом очень легко. Вообще сложности никаких я не испытал. За исключением того, что вот сегодня мы увидели, где я кратность кирпича перепутал. Но и, кстати, разбирается он тоже очень несложно. Хоть и ершоные гвозди, но выдергиваются они крайне легко. Очень не повезло с ветром за эти дни. Дует просто нереально. Это все зашьется в кирпичик. Будет просто прекрасно. Немножко затянул видос. Надо как-то подытожить. В следующих сериях, я уже сказал, мы выберем какие-то из фасадов, будем зашивать. Ну, там по времени станет понятно. Так, вот тут ветра нет, тут объясню. У меня ОСП листов осталось 7 штук. Надо новые покупать. Денег пока не хватает. Поэтому с 7 листами стоит ли начинать вообще утепляться дальше. Потому что мне еще 30 листов надо покупать. Это к 7 еще, плюс 30. То есть 37 листов надо. В итоге зашить на стены. Поэтому я и взялся за хауберг с одной стороны. Посмотрим, если сейчас подзаработаю денег, то пойдем зашивать дальше стены. Если нет, то буду колотить пока хауберг. Работы в любом случае в своем доме всегда куча. И нет такого, что вот нечего делать. Если даже сейчас хауберг отложить куда-нибудь в сторону, то я еще найду миллион вопросов, которые мне нужно закрыть. Так, все. Все, тему затянул. Друзья, давайте все. До скорых встреч. Увидимся с вами на следующей неделе. Все, пока, пока, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова